Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Добрый вечер. У микрофона журналист Евгений Слюняев. На тему дня. Начиная с 3 апреля в Ульяновской области проводился трехмесячник благоустройства. Итоги выполненной за это время работы по благоустройству территории на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области Александр Черепан. За это время в регионе состоялось семь крупных областных субботников. 7, 22 и 28 апреля. В мае это 12 и 26. В июне это 9 и 23 числа. Фактически последний субботник, он завершающий, был приурочен к единому дню чистоты. И сегодня мы отмечаем, что из 40 видов благоустроительных мероприятий, среди которых это очистка магистральных и триквартальных дорог, газонов, цветников, парков и скверов, снятие объявлений, несанкционированной рекламы с опорой фасадов зданий, очистка остановочных павильонов, помывка опор, линии электропередач, вывоз мусора, уборка чердаков, подвалов, посадка деревьев, кустарников, цветочной рассады и другие виды работ мы выполнили намеченное. За период действия месячников в благоустройстве региона приняло участие более 75 тысяч человек и 8600 организаций. В технике привлекалось за это время 728 единиц. И отмечу, что мусора с начала субботника было вывезено более 62 тысяч кубических метров. Надо отметить активное участие в мероприятиях по наведению чистоты органов исполнительной власти, подведомственных предприятий, учреждений, организаций и жителей региона. Особо хочу отметить активность Индинского района, Вишкамского района, Новоспадского района, города Ульяновс за качественные работы по весеннему благоустройству. 23 числа в день чистоты в муниципальных образованиях приняли участие 25 368 человек, 3 139 организаций. 462 единицы техники привлекались для уборки и за этот день вывезли 2919 кубов мусора. Основными объектами, на которых проводились работы, это генеральная уборка площадей, скверов, парков, дворов, жилых домов и других общественных пространств. Очищали кустарники, стригли кустарники, досаживали где-то. Основное это убирали случайный мусор и вывозили его, ликвидировали стихийное складирование мусора, досаживали цветочную рассаду. И работниками благоустройства были организованы работы по покосу травы, поливу декоративных растений. Отдельно о том, как в эти три месяца проводились работы по благоустройству территории в Димитровграде, доложил глава города Андрей Большаков. Нами также были организованы субботники. Они проходили у нас в период с апреля по 23 июня. В первую очередь был составлен план закрепления территории непосредственно за всеми структурными подразделениями администрации. Жилищно-коммунального комплекса, управляющей компанией, ресурсоснабжающих организаций. И установлены сроки по проведению субботника по видам работ. Помимо городских магистралей и парковых зон, мы делали обхват на те территории, которые мы, как правило, убираем только в осенний и весенний период времени. Это экологические парки большие, такие как Березовая, Дубовая роща, лесные массивы по улице Гвардейской, Севирской, улице Мариса, Тереза и остальные улицы. В том числе через город Димитровград проходит очень большая железнодорожная ветка. Около нее проводили субботники. И в целом, соответственно, также затрагивался лесной массив по улице Муловское шоссе, въезд в город Димитровград со стороны Ульяновска. В данном случае привлекалось большое количество горожан, были разосланы письма и призывы во все абсолютно организации. Очень активно у нас традиционно участвуют в субботниках такие организации, как Акционерное общество Химаш, НИАР, ДААС, Зенит Химаш, Энергомодуль, Ульяновский областной водоканал, РЖД, электросетевые организации. В этом случае привлекалось более 40 единиц сторонней техники на проведение субботников. И порядка 10 единиц всегда стабильно было на вывоз мусора своей городской единиц техники. Вывезено было у нас за этот трехмесячник 38 тысяч кубов мусора. Субботники активных стадий была в апреле-май месяце. Также и в преддверии дня города мы проводили субботники. Были направлены они на посадку древесно-пустарниковой растительности, уборки территории города Димитровграда. Посадки цветов и уже покос травы. Большой пласт работы был проведен электросетевыми организациями в городе. Он был направлен на помывку и покраску сетевых опор в городе Димитровграде. В количестве 400 единиц опор у нас было покрашено электросетевыми организациями и 200 сотрудниками администрации на субботниках. Активную роль проявляли также наши ТОСы. Они активно помогают убирать город, прилегающие территории к объектам, в которые мы заходим в осенний-весенний период времени. И основная точка, где мы собираемся сейчас сделать свою консолидацию сил, это вдоль лицея ядерных технологий на подготовку его прилегающей территории, так как она заросла кленом и требует уборки. Губернатор Алексей Русских поинтересовался, как идет реконструкция площади советов и будут ли выполнены все работы в запланированные сроки. Вот что ответил на этот вопрос глава города Димитровграда Андрей Большаков. У подрядчика мы торопим. Сейчас проведен полный демонтаж световых опор, полный демонтаж старых объектов, сцены, старые доски почета. Снято дорожное покрытие, сейчас идет ощебнение и подготовка под укладки плитки. У подрядчика пока сроки октябрь, но будем торопить его. С некоторых пор в России среди части населения стали популярными микрозаймы. Однако, то ли вследствие финансовой неграмотности, то ли по каким-то другим причинам, многие люди, взяв микрозайм, вскоре оказываются в очень сложной финансовой ситуации. На взятые взаймы денежные средства набегают огромные проценты. И долг перед кредиторами становится настолько велик, что погасить его заемщик уже не в состоянии. С целью дополнительной защиты таких граждан, законодателями принят федеральный закон номер 613 от 29 декабря 2022 года, который называется «О внесении изменений в федеральный закон о потребительском кредите займе». С 1 июля этот закон вступил в силу. Тему продолжает прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ульяновской области Николай Матвеев. В соответствии с принятыми поправками, максимальная ежедневная процентная ставка по потребительскому кредиту будет ограничена размером 0,8%, а полная стоимость кредита – 292% годовых. Кроме того, изменено специальное регулирование договора потребительского кредита без обеспечения, заключенных на срок, не превышающий 15 дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей. Для таких займов устанавливается правило, согласно которому кредитор не может начислять проценты и меры ответственности по договору потребительского кредита займа за исключением неустойки штрафа и пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки после того, как сумма платежей достигнет 15% от суммы потребительского займа. Прогулки по заповеднику От возрождения до модерна – шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея. Экспозиция под таким названием размещена в залах музея «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» Государственного музея-заповедника «Родина Владимира Ильича Ленина». Выставка без всякого преувеличения стала одним из наиболее ярких и интересных событий культурной жизни нынешнего лета. О привезенной из Москвы уникальной коллекции рассказывает специалист по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Родина Ленина» Юлия Кириллова. Этот выставочный проект состоялся благодаря циклу «Большая выставка». Это проект Министерства культуры Российской Федерации. Вниманию посетителей представлены уникальные памятники из коллекции западноевропейского художественного серебра XVI-XX веков из собрания отдела драгоценных металлов Государственного исторического музея. Экспонаты выставки – это подлинные шедевры ювелирного искусства, выполненные лучшими мастерами в крупнейших художественных центрах Европы – Германии, Франции, Англии. Выставочный проект рассказывает о процессе развития художественных стилей в европейском ювелирном искусстве. Каждый из разделов выставки посвящен отдельному периоду и соответствующую ему художественному стилю. Работы немецких мастеров эпохи позднего Ренессанса – это конец XVI-начала XVII веков – восхищают гармонией пропорций и композицией. Фантастически сложные по форме барочные изделия XVII века впечатлят разнообразием библейских и мифологических сюжетов и цветочными композициями. Середина XVIII века представлена изысканными образцами работ французских и английских мастеров эпохи рок-окон. Эту утонченную роскошь сменит строгая простота форм классицизма. Изделия французских мастеров конца XVIII-начала XIX веков отличаются симметрией, позолотой. Все это характерно для стиля ампир. Творчество европейских мастеров XIX века демонстрирует интерес к художественным стилям прошедших эпох, а также к изучению собственных национальных традиций. Завершат выставку работы в стиле модерн с характерными плавными линиями и природными мотивами. Экспонаты выставки отразят не только разнообразие стилевых концепций, но и сферу их применения и разнообразие ассортимента изделий мастеров золотого и серебряного дела. Представлены различные виды питьевой и столовой посуды, столовые приборы и предметы для сервировки стола, а также украшения интерьера, в большинстве своем имевшие утилитарную функцию и находившие применение в повседневной жизни. Кроме того, изделия из драгоценных металлов всегда выполняли представительскую функцию и служили для демонстрации высокого социального статуса их владельца. Искусство Злата Кузнецов издавна было предназначено прежде всего для сильных мира сего. По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, в собрании Государственного исторического музея представлена бесценная коллекция памятников декоративно-прикладного искусства, выполненная из благородных металлов. Наиболее ценные из них – более 27 тысяч предметов – хранятся в особой кладовой музее. Созданные гением мастеров во славу и на века, они по сей день служат неиссякаемым источником вдохновения. Отрадно, что жители Ульяновска получают редкую возможность познакомиться с прекрасными произведениями, отразившими эстетические идеалы своего времени. Остается лишь добавить, что этот выставочный проект, по мнению директора музея-заповедника Родины Владимира Ильича Ленина Ирины Геннадьевны Котовой, без сомнения подарит ульяновским зрителям незабываемые впечатления от встречи с лучшими образцами ювелирного искусства прошлого. В рамках работы выставки запланирована большая культурно-досуговая программа как для взрослых, так и для детей. Билеты на выставку доступны на сайте Музея-заповедника Родины Владимира Ильича Ленина. Также возможно посещение выставки и по Пушкинской карте. Выставку можно посетить по 13 августа в Музее-метеорологическая станция Симбирска «Планетарий» по адресу улица Льва Толстого, 67, с 10 часов до 20.00, выходной день – понедельник. Дополнительную информацию можно получить по телефону 4171-11. Вы слушаете Радио России Ульяновск. У микрофона журналист Евгений Слюнеев. Любимые и забытые мелодии свиниловых пластинок. Вокально-инструментальный ансамбль «Лейся. Песня» был создан гитаристами Валерием Селезневым и Юрием Захаровым в 1974 году в филармонии города Кемерово, на базе уже осуществовавшего там с 1972 по 1974 год вокально-инструментального ансамбля «Витязи». На общем собрании филармонии встал вопрос о названии коллектива и предложение бас-гитариста Юрия Захарова дать вокально-инструментальному ансамблю имя «Лейся. Песня» было принято единогласным. В 1974 году Валерий Селезнев стал художественным руководителем нового вокально-инструментального ансамбля «Лейся. Песня». А в 1975 году у коллектива появился и первый хит «Песня «Прощай». Она была исполнена Игорем Ивановым и выпущена фирмой «Мелодия» на виниловой пластинке «Миньон», многомиллионный тираж которой моментально разошелся по всему Советскому Союзу. По случаю выхода первой в истории коллектива пластинки, ансамбль получил первую рецензию на оборотной стороне конверта пластинки от Михаила Спартаковича Плецковского, члена Союза писателей СССР и знаменитого поэта-песенника. Он написал «У ансамбля все еще первое. Первый выход в эфир в телепередаче «Служу Советскому Союзу». Первое участие в передачах радиостанции «Юность». Первые десятки писем от благодарных слушателей со словами поддержки и ободрения. Эта пластинка – визитная карточка ансамбля «Лейся. Песня». Она у него тоже первая. И наверняка ребята волнуются сейчас. Хочется пожелать им, чтобы это творческое волнение у них не проходило никогда. Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, и ничего не обещай, и ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, пустое небо посмотри. Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, Что это были я и ты. Прощай, и ничего не обещай, и ничего не говори. Прощай, и свиньи с него среди зимы, никто нам лето не вернет. Прощай, 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 прощай. Ну, прощай, вернуть назад не можем мы, в июльских звездах небосвод. Прощай, и ничего не обещай, и ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, пустое небо посмотри. Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды, Но лишь теперь понятно мне, Что это были я и ты. Песня «Прощай» закрепилась в репертуаре ансамбля «Леся песня». После ухода Игоря Иванова из вокально-инструментального ансамбля «Леся песня» в 1975 году в концертной программе ансамбля в разные годы песню «Прощай» исполняли Владислав Андрианов, Николай Расторгуев, Валерий Кипелов. Знакомые имена, не правда ли? В 1978 году режиссер Георгий Щукин и сценарист Александр Бородянский увековечили ставшую популярной песню «Прощай» в своей кинокомедии «Кот в мешке». «Прощай, уже вдалеке встает заря, и день приходит в города». «Прощай, прощай, прощай, прощай!» «Мы расстаемся навсегда!» «Прощай, ничего не обещай, и ничего не говори!» «Чтоб понять мою печаль, пустое небо, посмотри!» «Ты помнишь, плыли выше ней, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, что это были я и дни». В период с 1974 по 1976 год вокально-инструментальный ансамбль «Лейся песня» исполнил и записал более 20 песен, включая несколько хитов, сделавших ансамбль узнаваемым. Это такие песни, как «Прощай», «Песенка про сапожника», «Двадцатый век», «Кто тебе сказал?», а также была записана песня Давида Тухманова и Владимира Харитонова, ставшая символом Великой Победы. Эта песня – «День Победы». «День Победы, как он был от нас далекой, как в костре по душам таял уголек, пыли версты, обгорелые пыли, этот день мы приближали, как могли, это День Победы, порохом пропал, это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. В 1976 году коллектив возглавил Михаил Шухутинский. Новый художественный руководитель пригласил в вокально-инструментальный ансамбль «Леся песня» вокалистов Владимира Ефименко и Марину Школьник. В 1977 году вокально-инструментальный ансамбль «Леся песня» вместе с Анной Герман записали песню «Белая черемуха», которая впоследствии стала очень популярной в Советском Союзе. И благодаря Анне Герман совместное исполнение песни было показано на центральном телевидении СССР. В 1978 году Михаил Шухутинский переводит коллектив в Тульскую областную филармонию, в которой ансамбль «Леся песня» проработал до 1982 года. В это время артистами вокально-инструментального ансамбля «Леся песня» были исполнены, записаны и выпущены на всесоюзной фирме «Мелодия» более 50 песен. И среди них такие хиты, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Вечер», «Вот увидишь, я так и знал», «Как мы любили». В народе эту песню часто называли «Качается вагон». Кстати, эта песня в 1984 году прозвучала в оригинальном исполнении в 14-м выпуске мультипликационного сериала «Ну, погоди». Именно под эту песню Волк на своей самодельной машине подъезжал к дому юного техника. Как мы любили, теперь осталось вспоминать. Есть еще крылья, но не летать нам, не летать. Кто бы влюблялся, когда б заранее все знал. Вот и остался без нас вдали пустой вокзал. Качается вагон, стучат колеса глухо. Так хочется сойти, но остановок нет. От станции «Любой» до станции «Развука» У нас с тобой билет, у нас с тобой билет. Как мы любили границ, казалось, счастью нет. Может, забыли какой-то важный мы секрет. Тучи нависли, и звезды грустно смотрят вниз. И не сойтись нам, как этим рельсам не сойтись. Качается вагон, стучат колеса глухо. Как хочется сойти, но остановок нет. От станции «Любой» до станции «Развука» У нас с тобой билет, у нас с тобой билет. Качается вагон, стучат колеса глухо. Как хочется сойти, но остановок нет. От станции «Любой» до станции «Развука» У нас с тобой билет, у нас с тобой билет. В эти же годы специально для музыкальной программы, выходившей на центральном телевидении СССР «Шире круг» была написана и исполнена одноименная песня. Я хотел бы каждый миг быть с тобою вместе, Но еще ведь ты пойми, пойми, есть друзья и песни. Мир не только та весна, что сердца тревожит. Мир огромный, ты одна, одна, заменить не можешь. Только с тобою в узком кругу Быть я счастливым вряд ли смогу. Мир, где есть песни, мир, где друзья, Ты полюбить сумей, как я. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Крепнет пожатие дружеских рук И с каждым днем все шире круг. В 1978 году вокально-инструментальный ансамбль «Лесе песня» под руководством Михаила Шуфутинского за исполнение песни «Родная земля» стал лауреатом первой премии Второго Всероссийского конкурса исполнителей советской песни «Сочи-78». Таким образом, вокально-инструментальный ансамбль «Лесе песня» заслужил всесоюзное признание. Газета «Московский комсомолец» в 1978-1979 годах в рубрике «Звуковая дорожка» публиковала результаты проведенных опросов читателей издания, в которых вокально-инструментальный ансамбль «Лесе песня» занимал лидирующие позиции. Край, любимый край, заветный мой Край, что я зову родной землей Лишь в твои просторы возвращаясь Я знаю, что вернулся я домой Вот опять, как в детстве, я смотрю На твою огромную зарю И уходят прочь мои печали И вновь я говорю С волнением и любовью говорю Родная, родная, родная земля Холмы и равнины, леса и поля Ты доброй судьбою на счастье дана Одна ты на свете И в сердце одна Родная, родная, родная земля Холмы и равнины, леса и поля Ты доброй судьбою на счастье дана Одна ты на свете И в сердце одна Как люблю земля, твои лука Вольных рек крутые берега С нежною зимой и щедрым летом Ты сердцу дорога Земля моя, ты сердцу дорога Родная, родная, родная земля Холмы и равнины, леса и поля Ты доброй судьбою на счастье дана Одна ты на свете И в сердце одна В 1980 году ансамбль возглавил Виталий Кретов, ранее работавший в вокально-инструментальном ансамбле «Самоцветы». В этом же году был записан главный и, как вскоре оказалось, последний хит ансамбля «Обручальное кольцо». Солист ансамбля Владимир Ефименко вспоминал Мы записывали большое количество песен-заставок к различным телепередачам Особенно памятна мне запись песни «Обручальное кольцо» Летом 1980 года мы прилетели в Москву с гастролей и сразу поехали на телецентр Останкино в Тон-отелье Композитор Владимир Яковлевич Шаинский уже ждал нас в студии Глядя на него из студии через стекло аппаратной, мы с Марины, находясь у микрофона, невольно улыбались Наверное, поэтому песня получилась легкой и воздушной По-другому и не могло быть, ведь слова поэта Рябинина придавали ей эту самую легкость Эта песня объединяет поколения, ведь на концертах люди нашего поколения и молодежь поют ее вместе с нами В 1980 году песня «Обручальное кольцо» вошла в состав сборника на виниловые пластинки фирмы «Мелодия» А в 1982 году она прозвучала в оригинальном исполнении в художественном фильме «Грачи» И в детском комедийном фильме «4.0. В пользу Танечки» В 80-х, 90-х и в 2000-х годах песню стали часто использовать на свадебных торжествах, в том числе и в ЗАГСах Она стала своеобразным неофициальным гимном молодоженов Среди обычаев прекрасных, мне вспомнить хочется один Сила верности и счастья, от юных лет и до свидин Ах, этот миг неповторимый, когда стучат, стучат сволнованно сердца И не забыть, как мы дарили друг другу нежно-нежно-нежно два кольца Обручальное кольцо Непростое украшение Двух сердец, одно решение Обручальное кольцо Обручальное кольцо Непростое украшение Двух сердец, одно решение Обручальное кольцо Ходить дорогами крутыми Придется в жизни молодым Пусть будут руки золотыми Характер тоже золотым Ах, этот миг неповторимый, когда стучат, стучат сволнованно сердца И не забыть, как мы дарили друг другу нежно-нежно-нежно два кольца Обручальное кольцо Непростое украшение Двух сердец, одно решение Обручальное кольцо Обручальное кольцо Непростое украшение Двух сердец, одно решение Обручальное кольцо С приходом Виталия Кретова группа «Лейся песня» кардинально сменила концертный репертуар и музыкальный стиль в пользу рок-н-ролла, после чего в составе артистов коллектива произошли изменения. Именно тогда, в конце 1980 года, солистами группы «Лейся песня» стали Николай Расторгуев и Валерий Кипелов. В 1982 году художественный руководитель Виталий Кретов переводит группу «Лейся песня» в Кемеровскую областную филармонию, в которой под его руководством группа «Лейся песня» просуществовала до 1985 года. В этот период группа «Лейся песня» новым составом музыкантов записала и выпустила на фирме «Мелодия» одну пластинку «Миньон» с названием «Радио лучше всего». На пластинке записаны три песни «Радио лучше всего», «Время зовет» и «Рядом со мной». Утром, я знаю, только лишь солнце сойдет. Птица ночная Песню свою запоет А в 1985 году за незданную художественному совету программу вокальный инструментальный ансамбль «Лейся песня» был расформирован. В 1990-е-2000-е годы появилось несколько коллективов с названием «Лейся песня», исполнявших песни из репертуара популярного вокально-инструментального ансамбля периода с 1974 по 1980 годы. Однако музыкантов, исполнявших и записавших эти песни, в новых коллективах уже не было. И завершить свой рассказ о том самом настоящем вокально-инструментальном ансамбле «Лейся песня» «Я хочу одной из его лучших песен». Вечернюю программу для вас подготовил и провел журналист Евгений Слюняев. Лишь позавчера нас судьба свела, а до этих пор где же ты была? «Разве ты прийти раньше не могла? Где же ты была? Где же ты была?» Сколько раз цвела летняя заря? Сколько раз весна приходила зря? В звездах за окном плыли вечера, а пришла ты лишь позавчера. Сколько дней потеряно, их вернуть нельзя, их вернуть нельзя. Падала листва и метель мела, где же ты была? Пусть я твоего имени не знал, но тебя я звал, днем и ночью звал. И опять меня обступала мгла, где же ты была? Ну, где же ты была? Трудно рассказать, как до этих дней Жил на свете я без любви твоей. С кем-то проводил дни вечера, а нашел тебя позавчера. Сколько дней потеряно, их вернуть нельзя, их вернуть нельзя. Падала листва и метель мела, где же ты была? Падала листва и метель мела, где же ты была? Столько дней потеряно, их вернуть нельзя, их вернуть нельзя. Падала листва и метель мела, где же ты была? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова